Они были романтиками и учеными. Панически боявшиеся высоты, они мечтали научить людей взлетать в небо. Братья Монгольфье открыли эру воздухоплавания и тем самым положили начало долгому пути человека к звездам. Жозеф Мишель Монгольфье родился в 1740 году в небольшом французском городке Анноне. Через пять лет на свет появился его брат Жак-Атьен. Их отец, владелец бумажной фабрики, постарался дать детям хорошее образование, однако старший сын его разочаровал. Жозеф был романтичным, легкомысленным подростком и терпеть не мог школьной зубрежки. В 13 лет он бросил учебу и сбежал из дома. Юноша мечтал о солнечных лужайках, прогулках на лошадях с дамами, но столкнулся только с нищетой и голодом. Не выдержав лишений, Жозеф вернулся домой, чтобы с мольбами о прощении упасть в ноги родителям. Раскаившись, он усердно занялся учебой. Особенно хорошо ему давались физика и химия. Этьен, младший из братьев, тоже был мечтателем, но в отличие от брата, рос послушным и усидчивым ребенком. Уже в молодости он стал известным архитектором. Позднее Этьен унаследовал семейный бизнес и вступил во владение бумажной фабрикой отца. Старший брат Жозеф стал его компаньоном. Дело было налажено хорошо, доходы семьи росли и у братьев оставалось много свободного времени. Они посвящали его излюбленным занятиям, науке и мечтам о полетах. Однажды, наблюдая за облаками, один из братьев предложил, а почему бы не наполнить горячим паром холстяной шар? Быть может, он взлетит? Опыт оказался неудачным. Пар моментально остывал и каплями осаждался на холсте. Шар так и не поднялся в воздух. Братья попробовали наполнить шар водородом. Газ мгновенно улетучивался через ткань. Тогда Жозеф и Этьен изготовили бумажный шар. И снова разочарование. Водород просачивался и сквозь поры в бумаге. Как это иногда случается в истории открытий, помог случай. Однажды, во время званого обеда, жена одного из братьев подошла к камину. Поток горячего воздуха вдруг поднял подолы и юбки. Женщина, на которую все обратили внимание, смутилась и покраснела. А Жозеф и Этьена вдруг осенило. Горячий воздух. Вот чем нужно наполнить воздушный шар. И, о чудо! На этот раз эксперимент оказался удачным. Шар взлетел. 5 июня 1783 года состоялась первая публичная демонстрация изобретения братьев Монгольфье. На центральной площади городка Анон собрались тысячи людей. Над толпой возвышался громадный, с трехэтажный дом Шар. На нем красовалась латинская надпись «Ад Астра», что значит «К звездам». Восемь крупных мужчин едва удерживали это чудовище за веревки. Жозеф скомандовал отпускать. Шар вырвался и полетел вертикально в небо. Площадь восхищенно ахнула. Следующий полет Монгольфьера, так назвали изобретения братьев, состоялся в Париже в начале сентября 1783 года. Зрелище почтил вниманием сам король Людовик XVI, проявивший к воздухоплаванию живейший интерес. Братья подвесили к шару корзину для пассажиров. Первыми чести подняться в воздух удостоились животные – утка, петух и баран. Полет прошел удачно, животные не пострадали. Но, несмотря на успех, Жозеф и Этьен чувствовали разочарование. Полет человека пока что оставался мечтой. В ученых кругах тем временем развернулась острая дискуссия о безопасности такого полета. Опасались, что из-за нехватки воздуха на высоте люди могут задохнуться. Король предложил отправить в полет двух приговоренных к смерти узников. Однако его близкий друг Маркиз Дарланд возмутился. «Неужели великая честь первыми вознестись к небесам будет принадлежать преступникам? Полечу я». Маркиз Дарланд взлетел на Монгольфьере 21 ноября 1783 года вместе с известным ученым Пилатром Дорозье. Свидетелями полета стало множество людей. Большинство из них были уверены, что гибель смельчаков неизбежна. Но все страхи оказались напрасными. Люди благополучно вернулись на землю. На братьях Монгольфье обрушилась слава. Во Франции началось повальное увлечение воздушными шарами, которое вскоре перекинулось и в другие страны. Но сами братья в воздух подняться не торопились. Оба панически боялись высоты. Романтик Жозеф решился на это только раз. Полет состоялся 5 января 1784 года и чуть не окончился катастрофой. Шар вдруг потерял высоту и упал. Корзина с пассажирами сильно ударилась о землю и развалилась. При этом больше всех пострадал сам создатель аэростата. После этого случая Этьен заявил, что не полетит никогда и сдержал обещание. Он умер в августе 1799 года, так и не побывал в небе. Жозеф пережил младшего брата на 11 лет и продолжал заниматься исследованиями, основав собственную лабораторию. В истории открытий он также известен как изобретатель парашюта, колориметра и гидравлического пресса. Но Монгольфьер до сих пор остается символом прорыва человека в небо. Субтитры создавал DimaTorzok